Своими глазами. Из Херсона, из Одессы, из Харьковской области. Свиньицы. Приехала сюда, то, что начали у нас бомбить. Ракеты летают каждый день. По-моему, они приносят смерть. Очень страшно. Кто это не видел, то никогда нас не поймет. Спасибо, мы приходим, нам помогают. Божий дом. Всем спасибо. Продукты дают, одежду дают. За все благодарны. Сейчас нам удается все-таки давать уже теплую одежду, теплые куртки, одеяла. Мы выдали около 50 одеял, более 100 пледов было выдано. Подушки, постельное белье. Теплые курточки для детей. Есть новые вещи. Есть вещи, которые не новые, но в очень хорошем состоянии. Мы акцентируемся сейчас на более теплых вещах. Свитерочки, колготочки. И в приоритете, конечно же, у нас стоят люди, которые живут в частном секторе. То есть они снимают квартиры. Или они живут у родственников. Поэтому мы их принимаем в первую очередь. Иногда в день у нас бывает от 150 до 180, до 200 человек получают помощь. Приехала с Винницей с ребенком. Старшая, ну, 14 лет. Младше два. А самый старший на войне ребенок. Очень сложно было. Две сирены у нас СМТ. Садящий Минского тепла. И даже уже, просто мало уже статы на депрессанты. И приехала сюда в гости такие. Ну, я в гости. Ну, родственники дальние есть. И они сказали, приезжай. С детьми я приехала. 20 августа. Мы всегда приходим к вам. Очень большое спасибо. Помогаете. В прошлый раз дали одеяло и подушку. Продукты постоянно. Вежливые все работники. Ну, очень нравится. И раз в две недели мы всегда приходим. Я особенно, ну, не с ребенком, бо старшая онлайн, а младшую с собой беру. Спасибо большое вам всем. Мы открыты для того, чтобы люди могли... Даже если они приходят раньше, на два часа. Мы запускаем и поим их чаем. Мы с ними общаемся. Детки могут посидеть в детском уголке. Мы планируем делать занятия с женщинами. Мотивационные курсы. Занятия с детьми. Вот. Дальше. Поэтому мы открыты для тех, кто хочет помогать нам. Мы открыты для тех, кто хочет спонсировать эти проекты. Вот. И мы очень благодарны тем, кто сегодня нас поддерживает. Вот. Спасибо огромное. И я всегда люблю говорить, что вместе мы можем сделать намного больше. Мы приехали с Никополя. Это Днепропетровская область. Здесь уже находимся пять месяцев. Нас там сильно сейчас бомбят. Домой пока не собираемся. Приходим сюда за помощью. Здесь девочки хорошо помогают. Карина нам помогает. Берем продукты. Если есть подходящие вещи, берем вещи. Спасибо большое всем за помощь. Слава Богу за все, что мы сегодня можем. Слава Богу за мир на нашей земле. Слава Богу за то, что мы можем жить и радоваться тому, что у нас тишина. Наши семьи вместе, наши мужья. Потому что я вижу очень много историй, слышу очень много историй и того, что происходит в Украине. Это очень сложно. Поэтому будем благодарны за то, что мы сегодня имеем. И, возможно, и имеем эту возможность кому-то помогать, кому-то оказывать помощь тем, чем мы можем. Всем спасибо. Спасибо большое вам всем. Спасибо большое всем за помощь. За все благодарны.